Привет, меня зовут Олег Демчик, я президент клуба профессиональных переговорщиков. И мы продолжаем наш с вами разговор о том, как же устроиться на работу. На этой лекции, которая будет третья по счету, мы с вами уже знаем, что надо сделать свод-анализ, чтобы знать сильные свои стороны, чтобы быть уверенными на собеседовании, надо приготовить рекламку, себя, надо подготовить резюме и разослать его в компании. И следующий этап, который вас ждет, это приглашение на собеседование, но часто перед ним бывает еще телефонное интервью, телефонное собеседование, когда вам позвонили и по телефону поговорили с вами. Итак, сегодня мы поговорим именно о телефонном интервью. Как мы говорили на предыдущем занятии, айтишники очень любят общаться через коммуникаторы. И вообще сейчас это становится правилом хорошего тона. Не звони, а написать сообщение в коммуникаторе. Но не забывайте, что рекрутер это тоже живой человек, и у него могут быть свои предпочтения. Как вы любите, например, чай или кофе с сахаром или без, также и рекрутер может любить написать приглашение на собеседование в коммуникаторе или через e-mail, или просто снять телефонную трубку и набрать вас, если вы в резюме указали свой мобильный телефон. Поэтому телефонное общение, телефонное интервью может случиться абсолютно внезапно. У вас зазвонил телефон, вы смотрите на экран, абсолютно неизвестный номер, мало ли кто вам может позвонить, вы снимаете трубку, вам говорят, «Здравствуйте, мы из компании такой-то, вы присылали свое резюме». Тут вы и испугаться не успеете, тут уже и готовиться не к чему. То есть позвонили, сказали, расслабьтесь, уже все страшное случилось, отвечайте на вопросы, которые вам будут задавать. Если же вы, ну, совсем не готовы, испугались, у вас случился ступор, вы просто не знаете, что делать, язык присох к небу, или вы объективно находитесь в ситуации, когда вам неудобно говорить, вы едете в метро и там все громыхает, или вы на детской площадке со своими детьми, и все прыгают у вас по голове и орут, или, ну, все что угодно может быть, или вы находитесь на старой работе, и вокруг вашей коллеги, или рядом сидит ваш начальник, который будет прислушиваться, что же вы там говорите, абсолютно нормально сказать рекрутеру, «Извините, мне сейчас неудобно с вами говорить, когда я мог бы перезвонить вам, или наберите меня там через час, через полчаса». Поэтому, если вам неудобно, вы тоже живой человек, вы имеете право сказать «нет», поэтому смело скажите, если вам некомфортно сейчас говорить с рекрутером, скажите «Мне сейчас неудобно, давайте я вам перезвоню, когда это лучше сделать, или, пожалуйста, перенаберите меня через, ну, и назовите когда, во сколько вам удобно». Но, допустим, вас все устраивает, и вы приняли этот звонок, вы общаетесь с рекрутером, рекрутер вас что-то спрашивает, вы ему отвечаете. Что обычно может спрашивать рекрутер, если он вам звонит, предварительно не согласовав время звонка, звонит вам на мобильный телефон? Скорее всего, он или хочет вас пригласить на очную встречу, или хочет договориться о скайп-встрече, где будет или он, вы, или плюс там третья сторона, сам заказчик, сам тимлид, или руководитель направления, которому нужно подобрать человека в команду. И рекрутеру нужно уточнить какие-то детали, поэтому он может переспросить какие-то моменты из вашего резюме, которые вы выслали, и вы просто ответьте, уточните рекрутеру, ответьте на его вопросы, что он хочет узнать, и этого будет достаточно. Мобильная связь у нас несовершенна, поэтому могут быть какие-то помехи, вы где-то не будете слышать человека, или будете слышать с какими-то перерывами, особенно если вы находитесь в зоне неуверенного приема. Ничего страшного, это абсолютно по протоколу нормально, переспросите, или же, если уж совсем там сложно вам разговаривать, плохая очень связь, скажите, что я там выйду на улицу, выйду из бетонного здания, перейду на другую сторону улицы, и свяжусь с вами, и уже мы лучше поговорим, или вы на шумной улице находитесь, вам надо зайти во двор какого-то ближайшего дома, чтобы там было более-менее тихо, чтобы вы могли поговорить. Итак, не запланированный ранее разговор по телефону, он обычно носит какой-то установочный характер, чтобы договориться о чем-то, уточнить что-то, и договориться про следующий шаг, про личную встречу, или про встречу онлайн по коммуникатору, например, по скайпу, видеоконференции. Поэтому уточните, расскажите рекрутеру, что он хочет узнать, и договоритесь о следующем шаге вашей коммуникации. Но, допустим, уже случился телефонный звонок, которого вы ожидали. Вам или в коммуникаторе назначили время, когда вам позвонят, или предварительно созвонившись, вам сказали, что давайте вот в такое-то время созвонимся и поговорим, и вы ждете этого звонка или сами набираете рекрутера. Ну, во-первых, вы должны позаботиться, вы же заинтересованы найти работу, и чтобы этот разговор состоялся. Вы должны все сделать для того, чтобы этот разговор прошел хорошо. Поэтому, если у вас мало денег на мобильном счету, пополните счет мобильного телефона, чтобы он не оборвался, не отключился посреди разговора. Следующее. Обеспечьте такое место, где бы вам комфортно было говорить. Или это внутри помещения какая-то свободная комната, где никто не мешает, где нет лишних ушей, которые будут подслушивать. Или же, если вы дома, попросите своих близких домашних, чтобы они не скакали, не прыгали, не шумели, не гремели кастрюлями, и спокойно поговорите. Обязательно возьмите с собой лист бумаги, ручку, или, если вы дома и в комфортной обстановке, включите компьютер, ноутбук, откройте какой-то текстовый редактор, чтобы вы могли делать какие-то пометки по ходу разговора, которые вам понадобятся. Если у вас есть гарнитура, запаситесь с ней, потому что общаться со свободными руками очень комфортно. Вам обязательно надо будет делать какие-то пометки или на листе бумаги ручкой-карандашом, или на компьютере. И в первую очередь пометка, которую вы должны сделать, это имя рекрутера. Чтобы вы могли обращаться к человеку по имени, это намного повысит ваши шансы, ваши рейтинги в глазах рекрутера. По телефону никогда не принимается окончательное решение, подходит человек на работу или нет. Чаще всего по телефону просто уточняют какие-то моменты, которые были неясны из резюме, которое получил работодатель. Поэтому вам будут задавать вопросы, уточнения, и вы отвечаете на эти вопросы. Желательно, чтобы вы не отвечали шаблонными фразами, потому что рекрутер, даже если он будет задавать какие-то стандартные вопросы, он желает услышать нестандартные ответы, а понять, подходите вы или нет на эту вакансию, и старайтесь говорить живым языком, объяснять, рассказывать, уточнять все то, что нужно узнать работодателю, что его интересует. В то же время, в телефонном интервью вы сами можете задать вопросы рекрутеру, чтобы узнать о работе или о компании то, что вас интересует. Помните, что устройство на работу это не только когда вас покупают, но и когда вы покупаете работодателя. Вы выбираете, стоит вам идти в эту компанию или нет, подходит она вам или нет. Единственное, что я бы вас попросил не делать, это не задавать вопросы, потому что так нужно задавать. Если вас все устраивает, или вас ничего не интересует, то и не нужно задавать никаких вопросов, лишь бы задать. У меня пару раз была такая ситуация, когда человек проходил со мной собеседование, и начитавшись каких-то советов из интернета, что работодателю надо задать вопросы на мой вопрос. Я все узнал о вас. Может быть, у вас будут какие-то вопросы ко мне. Человек начал делать вот так. Ну, что бы вас такого спросить? Вы знаете, вот это вот уже не нужно. И вот такими действиями он поставил крест на своем интервью, которое было, в общем-то, более-менее нормальным. Ну, не то чтобы крест, я не прекратил общаться с этим человеком, но он уже в рейтинге упал намного ниже, чем был до этого. И, понятно, я общался не только с ним, но и с другими кандидатами. И в итоге на работу пришел другой кандидат, который четко знал, что он хочет. Он продавал себя. Он не задавал вопросов, лишь бы их задать. Он был уверен в себе. И мне нужен был именно такой человек в команду, и я выбрал его. Поэтому будьте уверены в себе. Помните наше первое занятие. Сделайте свод-анализ. И действуйте спокойно, целенаправленно, идите к своей цели. Вы должны найти именно свою работу, именно свою компанию. Если вам нужно что-то уточнить о компании, чтобы понять, подходит ли она вам, задавайте этот вопрос. Если вам не нужна информация, или вас все устраивает, не насилуйте себя, не пытайтесь из себя выдавить какой-то вопрос, ответ на который вам абсолютно не нужен. И без этого все будет хорошо. И на что еще я хотел бы обратить внимание, это то, как вы говорите. По телефону вас не видят, но тембр голоса, тональность человека очень сильно передается в зависимости от того, как он себя чувствует в момент, когда он говорит. Если вы будете улыбаться, то ваша речь сразу изменится, и человек услышит это, как вы сейчас услышали изменения в моем голосе. Если вы будете хмурым, то понятно, что как бы вы ни старались сделать веселое выражение вашего голоса, то этого не получится. Поэтому, разговаривая по телефону, старайтесь быть в тонусе, быть уверенным в себе, улыбаться, если у вас это будет получаться. И есть такое понятие, как сильные позы, слабые позы. Что это значит? Слабые позы, когда вы в форме эмбриона скручены, как-то сжаты, вы и чувствовать себя будете, как маленьким, недостойным чего-то, какой-то работы, позиции, на которой вы хотите устроиться на работу. С другой стороны, когда вы чувствуете себя сильным, мощным победителем, расправленные плечи, уверенная осанка, тогда и ваш голос будет намного увереннее, в нем будут звенеть нотки уверенности в себе. Поэтому постарайтесь и через позу, и через ваши ощущения передавать уверенность себе по телефону рекрутеру, чтобы он смог это считать тональностями вашего голоса. Самый простой способ это сделать, это не вести переговоры сидя. Если вы договорились о телефонной встрече и комфортная обстановка, вы находитесь в пустой комнате или вы находитесь где-то, где вам никто не мешает, встаньте, расправьте плечи и ведите разговор стоя или просто прохаживаясь по комнате. Вы, может быть, сами не заметите, но я вас уверяю, ваш голос будет звучать намного увереннее и рекрутер с очень большой вероятностью по результатам этого разговора назначит вам очную встречу для того, чтобы встретиться с вами. Потому что он считает по вашему голосу, что вы уверенный в себе человек, вы именно тот специалист, который ему нужен. Я читал интервью человека, который в советские времена еще на заре телевидения читал новости Совинформбюро. Человек рассказывал, что телевидение раньше включалось, камера стояла жестко и человека видно было только по пояс. Дикторы сидели за столом и доносили какие-то постановления правительства. Так вот, он рассказывал, что даже несмотря на то, что никто никогда не видел, что находится под столом, какие брюки на человеке и какие туфли, он всегда, кроме очень дорогого костюма, покупал и очень дорогие туфли. Потому что его голос не мог бы передавать всю ту значимость информационного сообщения правительства, если бы он чувствовал, что под столом у него какие-то дешевые туфли или сандалии. Он в этот момент олицетворял собой целое государство. В зависимости от того, как вы одеты, с этим очень сильно связана ваша уверенность и, соответственно, тональность вашего голоса. И если в телефонном разговоре вас видеть не будут, и тут вы еще можете включить свой актерский талант и как-то попытаться обмануть собеседника, то если вам назначили скайп-встречу, вот тут вам придется все-таки соответствовать дресс-коду и одеться. Однажды у меня был очень забавный случай. Мы вели переговоры по скайпу с нашим разработчиком, который находился в другом городе. Мы с ним работали уже очень давно. Я работал в большом крупном международном холдинге и к нам приехало наше руководство из штаб-квартиры головной. Это были иностранцы. Мы сидим в очень пафосной переговорной комнате. Стоят огромные плазмы. На одной мы видим себя, на другой обычно видим вторую сторону, с которой мы переговариваемся по всему миру. Стоит умная камера, которая там поворачивается, наводит резкость именно на того, кто в этот момент говорит. Мы наперед договорились с нашим айтишником, что будет связь, что он должен в определенное время выйти в скайп, все хорошо, мы предупреждаем его, что будет руководство, будут иностранцы, он говорит, все окей, я готов. и вот приходит время «Че», включается связь, появляется картинка и мы видим нашего разработчика, сидящего в семейных трусах, в майке, на кухне, сзади грязная посуда, куски пиццы, пиво, и он сидит и смотрит в экран и говорит «Привет». И тут я понимаю, что вау, мы попали, мы говорим ему «Товарищ, может тогда лучше потуши камеру, пообщаемся просто голосом». И это было очень много минусов в его карму. Мы продолжили, конечно, работать, но, скажем так, иностранным коллегам, иностранным своим руководителям пришлось объяснять, что, ну, поймите специфика рынка, специфика работы с программистами, особенно, которые работают удаленно. на аутсорсе. Так вот, чтобы у вас такого не было, постарайтесь заранее подумать, что люди, что рекрутер увидит, когда включится камера во время скайп-встречи, скайп-интервью. Оденьтесь прилично и позаботьтесь о том, какой будет фон сзади вас. Абсолютно неприпустимо, чтобы это была какая-то кухня, чтобы это были какие-то облупленные обои, стены, что-то побитое, грязное. Если уж совсем все очень грустно у вас, возьмите свой ноутбук и сходите в хаборкинг-центр или же в какой-нибудь кафе, где есть Wi-Fi и проведите собеседование оттуда, стены. постарайтесь сделать так, чтобы не выглядело так, что все очень грустно-грустно и мы набираем, берем человека откуда-то, ну, вообще из каких-то трущоб. Думайте о том, что человек увидит, потому что по результату этой картинки и по результату того, что вы будете говорить, будет приниматься рекрутером решение, стоит с вами дальше общаться или нет. И также запомните, что очень важно свет во время Skype-встречи. Не садитесь спиной к окну, потому что вас не будут видеть, будут видеть только черный силуэт и белое окно на вашем фоне. Постарайтесь продумать и сделать так, чтобы ваше лицо было хорошо освещено. Включите обратную связь, если это Skype, чтобы вы увидели картинку, чтобы вы увидели себя, вы должны сами себе понравиться. Перед Skype-встречи попробуйте с кем-то из своих друзей поговорить, спросить, как он вас видит, насколько качественно. Или же сами включите зеркальное отображение, посмотрите, как вы выглядите. И вот после этого соглашайтесь, точнее, не то, что соглашайтесь, а вот подготовьтесь и будьте готовы на Skype-интервью с нормальным светом, с нормальной одеждой и с нормальным задним видом, фоном, который будет на экране у рекрутера, когда он будет общаться с вами. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, как пройти телефонное интервью. Вы помните, что мы обращали внимание на то, что телефонное интервью может быть спонтанным, когда вы не ожидали, что вам позвонили, и если вы не готовы, вполне нормально отказаться и сказать, я вам перезвоню позже, через полчаса, через час, или попросить, чтобы вас набрали через какое-то время. Если же вы заранее договорились о времени телефонного интервью, обеспечьте все, чтобы вам было комфортно разговаривать с рекрутером. Подготовьте себе лист бумаги или ручку, или же открытый компьютер с текстовым редактором, чтобы вы могли делать какие-то пометки. И одна из первых пометок, помните, мы говорили, запишите имя рекрутера. Зачем имя? Вы, наверное, все слышали, что человеку приятно слышать, когда его называют по имени. Я не призываю вас каждых три минуты обращаться к рекрутеру по имени. Но, если вы не знакомы с этой технологией, вы не знакомы с психологическими аспектами, как имя работает на человека, прочтите очень старую, но очень хорошо действующую книгу Дейла Карнеги «Искусство заводить друзей и оказывать влияние на людей». Прочтите и пусть это будет вашим первым учебником, азбукой для прохождения интервью. Прочитайте, как вам себя нужно вести, как нужно общаться с человеком, какие слова говорить, чтобы у человека осталось хорошее впечатление о вас. Вам это нужно будет как во время телефонного интервью, так и уже на втором интервью, на втором собеседовании очном, когда вы приедете в офис компании. Это будет вашим домашним заданием после нашей сегодняшней лекции. Если у вас остались все равно какие-то вопросы, пишите, звоните в клуб профессиональных переговорщиков, я всегда вам отвечу или приходите к нам на наши занятия и мы потренируем, поимитируем телефонное интервью и вы попробуйте, как это работает. Хорошего дня, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...